всем привет вы на моем канале сегодня я спасибо за то что посетили сегодня я хочу с вами попробовать новую морилку для меня это фирма food ward и и наверное называют еще зер вот не знаю но для меня я прочитала ее food ward морилка для дерева взялай она акриловая для внутренних работ компания и это лакокрасочный завод радуга я так понимаю что наподобие той же радуги которая сейчас исчезла в магазинах леруа будем пробовать экспериментировать у меня три цвета это палисандр махагон и я взяла вишню заказывала это я все на озоне пришло очень достаточно быстро хочу попробовать свой любимый раствор это палисандр и махагон я обычно крашу палисандром потом просушиваю крашу махагоном тогда цвет появляется очень интересный это я делала только с вершины и нбх у вершины мне это безумно цвет нравится когда я делаю такой а в нбх не очень хочу попробовать у данной морилке что получится и естественно чуть-чуть покрашу вишни для того чтобы мы могли увидеть цвет ну значит сначала мы красим палисандром сегодня мы увидим окрашенные трубочки палисандра окрашенные трубочки вишни и после просушки я еще покрашу их махагон чтобы посмотреть насколько будет мой любимый раствор до состав насколько будет насыщенный интересно так что не пропускайте сейчас мы с вами окрасим палисандром окрашивая с вами буквально 100 штучек мне нужно окрасить 1000 1000 штук штук я окрашу с вами 100 из потом я уже просушу их и покажу как мы будем с красить другим составом на другом морилкой и так для этого нам надо резервуар и хорошо перемешанная морилка мне задавали вопросы концентрат это или нет ничего такого что это концентрат я на банке к сожалению не нашла но так как и любую морилку я думаю что ее можно разводить чтобы получать какой-то желаемый результат я думаю что в этом проблемы нету я с помощью шила открываю баночку хорошо перемешанную ну смотрите вот такой жиденький достаточно составчик да но цвет мне уже даже палисандра здесь честно уже в составе нравится так я сейчас аккуратно вылью мне просто на камеру будет неудобно я вылью состав в резервуар ничего разводить ничего не буду ни с водой никак я хочу посмотреть какие будут трубочки именно палисандра поэтому разводить я ничего не буду я сейчас вылью подключусь и мы будем с вами купать эти трубочки ну вот я вылила баночку она у меня я вас уверяю вот пустая все я вылила все 0 9 как завод указывает дальше я беру свои трубочки красить я буду трубочки длинные мне необходимо не окунаю и как обычно болток и вы знаете она такая достаточно висковатая на самом деле трубочки достаточно получается хорошие темные мне вообще очень понравилось очень я хочу посмотреть сколько я с банки выкрашу трубочек рисковат достаточно такая нежиденькая совсем как я как у других производителей да он буха я скажу что она пожиже это такая густенькая консистенция достаточно вот я покрасила 100 это 2 200 да мне очень нравится очень смотрите она такая и цвета вообще бомбическая я скажу что вот так это 2 200 давайте посмотрим сколько с банки получится по 3 партии еще раз скажу что у меня трубочки это купаются длиной 40 еще он еще раствора прилично вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, что даже если бы трубочки были бы поменьше, да, ну наши привычные 30 сантиметров, я думаю, что на больше бы хватило бы даже раствора. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, я сейчас покрашу 500 трубочек. Может быть даже умудрюсь еще соточку покрасить. Смотрите, я буду делать кусочками. Я думаю, что цвет будет вообще классняцкий. Я вишенки тоже покрашу отдельно. Там трубочек несколько, чтобы показать вам сам цвет. Ну вот я покрасила 500 трубочек. Сейчас я попробую уже, ну еще одну партию покрасить. Давайте попробуем на длинные сколько мне распаковочка. Я делаю это скотчем. Единственное, что я сначала кручу трубочки, огибаю другой стороной, да, а потом клейкой. Я обязательно покажу, как я это делаю, как я заматываю свои трубочки. Ну вот если поднимать их маленькими партиями... Кидать даже маленькими не так, как я бухнула сразу. А поминучше. ну скажу на 600 трубочек мне впритык хватило еще раз повторюсь это трубочки длинные если брать коротенькие я думаю что на тысячу смело хватит даже больше мне кажется не прокрасились ну вот у меня на такую горочку мою хватило окрашивание да здесь у меня 600 трубочек я их теперь просушу и обязательно покажу какой получился цвет после их полностью просушки но честно скажу мне цвет очень понравился он честно скажу более реально насыщенней чем вершины и честно скажу бх мы посмотрим высохнет посмотрим что это получится сейчас я резервуар свою половую и уберу эти трубочки на просушку и подключусь к вам будем окрашивать трубочки вишни ну и следующий цвет красить вишню вишенку посмотрим я ее хорошо перемешала я красить я буду пока 500 трубочек у меня подготовлено вот такой интересный конечно коричневатый но посмотрим если не понравится его просто закрашу опять махагоном все просто целую банку и выливать не буду уже ой да ничего и опускаем такой я бы конечно не сказала что это вишня это больше коричневый такой цвет покупаем посмотрим у нас кстати не переключайтесь дальше будет еще обязательно я покажу как я еще купила сафору два цвета там будет черешня и береза вот именно белая которую все там пищат я обязательно тоже и и покажу как она себя окрашивает ну как себя ведет и насколько трубочек хватит одной бутылочки также я хочу сказать что у нас есть чат созданный татьяной хуторянки танечка хуторянка этот чат я оставлю в описании заходите у нас там наши плитуны хорошая очень добрая команда мы как семейка так что приходите вы всегда можете там найти какие-то ответы на ваши вопросы даю рекламочку спас этого этой ссылочку эту с разрешение татьяны то есть я статьяны поговорила танчик разрешила вот поэтому приходите к нам обязательно не стесняйтесь также на танюшку подписаться можно нужно очень очень позитивно девушка вообще тащусь от нее ну немножко тем убежала я обязательно покажусь вам на экране вот буквально на следующей недельке я хочу ну пока будем записывать видео такие трансляции придумал какую-нибудь болталку обязательно с вами пообщаемся так это вторая партия ну посмотрите какой цвет он такой коричневатый но интересный такой с рыжинкой камера может и не передаст свет как-то хреновый сегодня поставлю ну с рыжинкой такой так это 200 мы покрасили тут уже что-то у меня покрасилась разлилось с банки выливала вот сейчас посмотрим сколько я трубочек покрашу с какого количества у меня 500 длинных я покрасила у меня ушла банка консистенция вы посмотрите он густ густоватая такая что марилочка не жиденькая пузыречки дают какие-то еще раз говорю девочки мальчики первый раз купила марилку экспериментирую вместе с вами так это 300 осталось две соточки врачи как врачи как врачи врачи так но вот я покрасила 300 трубочек и это полбанки то есть по сути 600 если не разводить на банки ну я думаю что можно все-таки 1000 покрасить я собрать наши стандартно 30 до у меня это трубочки еще 30 на длиной 30 на полосу 7 такой горчичный я бы сказала цвет с рыжим может у меня дальтонизм какой-то ну вот 500 трубочек и смотрим банка была целая как я вам говорила да полбанки нет меньше да чуть меньше полубанки поэтому я думаю что ну спокойно показать то вот раствор видно банку не уронить вот попала вот видите вот сколько чуть больше полубанки но я скажу что спокойно я бы еще 500 трубочек покрасил вообще без проблем поэтому мое умозаключение на банку если не разводить морилку с банки можно спокойно покрасить наших трубочек тысячу что совершенно мне кажется спокойно здесь у меня окрашенных будет сейчас покажу 500 здесь 500 трубочек ну вот в итоге форвард вишня и вот посмотрите какая вишня смешная получилась такая она реально цвет не передает здесь показывает какой-то на камеру желтоватый на самом деле на самом деле цвет рыжеватый вот здесь на камере вот здесь вот он показывает реальный цвет но он такой красноватый конечно не передает обидно конечно здесь он показывает рыжим таким на самом деле он красноватый такой рыжеватый красноватый знаете такой больше кирпичный цвет на камере он почему-то желтый и покажу палисандр хатнула такую большую кучу а это палисандр этой же фирмы палисандр передает как и реально реальный в жизни если он такой вот да на камеру такой есть ну хочу теперь поэкспериментировать вот этот палисандр с махагоном и окрашу махагон махагоном обязательно тоже покажу цвет махагона этой фирмы ну по консистенции я скажу такой фиолетоватый цвет по цвету по консистенции такой но не жиденький первым мы с вами будем окрашивать просто трубочки коротенькие беленькие чтобы посмотреть цвет здесь у меня 50 штучек на консистенции такая как бы густоватая он шикарный махагон шикарный шикарный камера не придает такой яркости а на самом деле очень-очень яркий ну высохнет посмотрим и будем проводить мой любимый делать цвет посмотрим какой он будет в этой фирме это палис трубочки уже окрашены палисандром теперь я их крашу в махагон посмотрим потом после просушки какой будет красивый цвет я думаю что он будет как раз таки очень бомбич ну и на камеру я уже показывать не буду как я крашу все остальные я просто вам покажу конечный результат когда я их уже когда не высохнет ну вот друзья я покрасила трубочки свои махагоном вот такой морелочкой махагон здесь два варианта да первый вариант это коротенькие трубочки они открашены чисто махагоном без всякого добавления без окрашивания без ничего цвет очень красивый посмотрите даже не разведя я не разводила ничего и цвет достаточно насыщенный без какого-либо в меланже высох то есть мне он очень понравился даже вот камера передала реальный цвет как он есть и и вторая наша кучка это были большие трубочки окрашены палисандром и после палисандра я решила поэкспериментировать покрыла их махагоном я люблю этот эту смесь именно такого цвета окрашенной трубочки он очень необычный с каждой фирмы он играет в каждой фирме он по-разному выглядит и мне вот этот цвет просто бомбически понравился посмотрите какой он просто это были окрашены палисандром и сверху я просто высушила палисандр и покрасила махагоном цвет вообще классный класснейший вообще суперский а еще покроются обработаются трубочки и цвет будет вообще бомба он насытится так что данная морилка махагон с палисандром мне безумно понравились а вторые трубочки они я показывала они рыжину дали то есть как бы ничего близкого там к вишне конечно я не увидела ну это все что я хотела вам рассказать и показать конечный результат вы увидели всего доброго махагон